Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал о Маркетсе, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря долгожданный релиз по инфляции в США. В 12.30 по GMT будем анализировать данные по индексу потребительских цен. Месячный показатель, годовой, основной индекс потребительских цен и базовую инфляцию. Также в это же самое время выйдет отчет по первичным заявкам на пособия по безработице. И еще один релиз, который тоже предлагаю вам добавить в список тех, за которыми будем следить, слушание по инфляции в Англии. Мы знаем то, что британская монетарная политика полностью зависит от того, что будет дальше с инфляцией непосредственно в Англии. И если будут сигналы от правительства о том, что инфляционные риски остаются повышенными, и есть риск того, что инфляция будет удерживаться и находиться стабильно выше целевого ориентира, то тогда британский регулятор, как я уже много раз отмечал, будет замыкающим среди общего списка первых центральных банков, которые уже смягчают экономическую политику и, соответственно, не станет торопиться с этим решением. Индекс доллара текущей котировки 102.60. И эйфория на рынке, которая спровоцирована данными по рынку труда США, но он фармперс продолжается. Доллар уже неплохо подрос, и если говорить в процентном эквиваленте, это уже восходящее движение больше, чем на 2%. Продавцы, конечно же, ждут появления дополнительных драйверов, которые могут перезагрузить мышление и убедить сомневающихся трейдеров в том, что смягчение экономической политики и снижение ставки на 25 байсных пунктов – это все равно среда и условия, при которых нужно долгосрочно отстраивать короткие позиции по американскому доллару. После выхода данных по нонфармперс все снова вспомнили риторику Паула на выступлении в Нешвилле, когда он дал понять, что снизить ставку на 50 байсных пунктов тогда на прошлом заседании было уместно, но дальнейший шаг будет, конечно же, предполагать снижение и корректировка этого показателя на 25 байсных пунктов. Есть несколько чиновников американского регулятора, за которыми я слежу, и мне прямо импонирует их точка зрения. Я считаю, что их лидерами мнение. В частности, Джон Уильямс – один из них, это глава регионального деления ФРС Нью-Йорка. Он тоже поддержал идею снижения ставки на 50 байсных пунктов. Но в целом солидарен также с Паулом относительно того, что дальнейшее снижение будет предполагать шаг в 25 байсных пунктов. И в совокупности в ноябре-декабре ставка будет скорректирована на 50 байсных пунктов. Это, скажем, сейчас шум, который формируется вокруг действий Федрезерва. Но нам это ничего нового не дает. Поэтому я рекомендую вам, друзья, сегодня с особым акцентом следить за данными по индексу потребительских цен и завтра уже за релизом по промышленной инфляции. Потому что каждый из этих отчетов может стать хорошей базой для демонстрации активности продавцов американского доллара. Я сторонник идеи того, что доллар уже в целом даже на текущих уровнях находится слишком высоко, слишком быстро его выкупили. Это даже уже не техническая коррекция. Это какой-то непонятный энтузиазм, связанный неизвестное с чем. Такое ощущение, что американский регулятор вовсе оказался от того, чтобы смягчать экономическую политику. Поэтому порядок нужно восстанавливать. Если сегодня мы увидим более низкие значения по инфляции, скорее всего, так оно и будет. По прогнозам ждать снижение показателей с 2,5 до 2,3 процентов, то, соответственно, снова придется заговорить об уместности смягчения экономической политики. Может быть, даже агрессивными темпами в декабре, если будут сюрпризы по инфляции. Например, мы увидим значение фактическое по индексу потребительских цен с 2,5, снижение с 2,5 не до 2,3, а до 2,2. И вообще будет идеально для продавцов, если мы увидим снижение базового индекса потребительских цен, который остается все еще выше целевого ориентира и держится на отметке 3,2 на процента. Золото 2612 долларов за тройскую унцию. Я рекомендую, собственно, как и вчера, смотреть на сантимент. Друзья, нам нужно, учитывая неопределенность на рынке, которая связана с рядом факторов. Вроде бы как есть и позитивные моменты, есть и негативные моменты. Сантимент – это своего рода такой третийский судья. Сейчас нужно либо понять, что тенденция изменилась настолько, что 70% трейдеров оказались в покупках, либо наоборот. 70% трейдеров оказались в продаже. Сейчас мы не видим этих пограничных значений, поэтому я предлагаю совсем сейчас не закапываться в фундаментальном фоне и не вводить в себя еще большее заблуждение. Мы знаем, что сегодня выйдут данные по индексу потребительских цен, они приведут в движение американский доллар. И я полагаю, что после выхода отчета по инфляции на рынке все-таки будет сформировано очевидное большинство, за которым мы будем наблюдать и против которого будем торговать. Поэтому с большой долей вероятности, я думаю, что мы сегодня снова протестируем по золоту. Психологическую такую, ну хотя может быть не совсем психологическую, но поддержку 2600 долларов в сотрудскую унцию. Но закрепимся ли мы ниже, зависит уже от того, какими цифрами нас удивит отчет по инфляции. Завтра, я думаю, что будет возможность комментировать уже и вот эти названные уровни по сантименту. И тогда уже подскажу вам конкретную сделку, если вы прислушиваетесь к моим рекомендациям. Американский фондовый рынок, друзья, S&P 500 – 5840. Да, это новые исторические максимумы. Удивительно то, что американский фондовый рынок растет на фоне повышательной динамики доходности американских облигаций. Это странно, я прям признаю. Редко наблюдал такое явление, но вот есть то, что есть. Видимо, рынок заряжен ожиданиями мощного сезона квартальных отчетов. Но я не против такой динамики, тем более, что на таких настроениях, друзья, мы еще быстрее доберемся до нашей цели в 6000 фондов. Когда-то до нее было настолько далеко, что в комментариях многие из вас писали, что это нереально. Сейчас мы видим, что американскому индексу стоит пройти буквально несколько десятков фондов, и мы будем возле этой планки. Если вы еще не интересует увеличившись американским фондовым рынком, я рекомендую присмотреться к СНП и решить для себя, готовы ли вы урвать еще у рынка вот этот потенциал профита почти в 150 пунктов. Фунт против доллара 1.3076. Пока дополнительных вводных нет. Сегодня будем анализировать слушания по инфляции, а завтра еще два отчета под закрытие недели по ОВП промышленному производству Англии. По ожиданиям статистика вряд ли разочарует, поэтому фонд, который соскучился по статистической фундаментальной поддержке, наверное, с большой долей вероятности ее получит. И, я думаю, завершит неделю выше отметки 1.31. Доллар франк 0.86. Устойчивый восходящий бычий тренд. Максимум уже середины августа. И, думаю, вы знаете, с чем это связано. С одной стороны, сейчас поддержку покупателям оказывает локальный рост американского доллара, но, с другой стороны, есть еще и долгосрочные ожидания по будущим действиям Национального банка Швейцарии, который не просто готов уже начать чаще проводить вербальные и словесные интервенции, но и, может быть, даже снизить процентную ставку до отрицательных значений, если ослабление франка в ближайшие месяцы не станет доминирующей тенденцией. Нужно тащить пару повыше. CBC Bank of America прогнозирует ее в первом квартале, эту валютную пару, на отметке 0.90. Доллар канадец. Здесь тоже устойчивый восходящий тренд 1.37.10. Причем еще не вышли данные по рынку труда Канады, которые мы ожидаем завтра. Думаю, что если в соответствии с ожиданиями статистика будет так себе, то канадский доллар окажется под еще большим давлением, и мы завершим эту неделю поближе к уровню 1.38. Что касается нефтянки, друзья, 77 долларов за баррель текущей котировки уже на одном из последних брифингов делал акцент на то, что есть несколько сценариев того, что будет с конфликтом или может быть с конфликтом на Ближнем Востоке. Дальше, соответственно, санкции против Ирана, рост котировок на 15%, если будут ответные действия Израиля, это эскалация полномасштабная, рост котировок на 30%, перекрытый Ормурский пролив еще рост на 40%. Но я все-таки надеюсь на здравомыслие Израиля и на то, что не будет еще большего витка эскалации конфликта и не будет развязана уже полномасштабной войны. Поэтому сейчас, пока трейдов по рынку нефти воздерживаюсь, не хочу быть заложником вот-то постоянно меняющегося новостного фона, связанного с геополитикой. Поэтому вам тоже рекомендую сфокусироваться на прочих инвест-идеях. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.